Я думаю, ни для кого не будет секретом, что стандартные покупные вот такие вот головки на триммер очень быстро стираются, особенно вот в этих местах как раз, и затем начинают просто соскакивать. Мы же сделаем практически вечную, но опять же, я никого не призываю, это такая самоделка, которая поможет выкрутиться вот в таких моментах, как раз, когда у вас она сточилась, а вам еще надо докосить часть участка. Итак, что же нам понадобится? Нам понадобится вот эта вот гаечка из старой головки для триммера. Резьба здесь левая, потому что триммер у нас крутится в обратную сторону, соответственно, чтобы не раскручивалась, то есть обычная гайка не подойдет. Затем нужна гайка побольше. Единственное, что я нашел в своем распоряжении, это вот такая вот гаечка. Я думаю, что постараемся ей обойтись, и сейчас я покажу, что нужно сделать в первую очередь. А в первую очередь нужно их слегка зачистить. Теперь после того, как поверхности зачищены, пришло время нам сварить две гаечки вот таким вот образом. Мой лучший шов под названием поднасрал. Сейчас все зачистим болгарочкой, приведем более-менее лучший вид. Но нужно было прям обильно-обильно проварить. Ну что, я точно могу заявить, что это прям вообще. Вы только посмотрите на этот шов. Это же просто произведение искусства. Ладно, короче, хватит угорать, держится и держится. Я думаю, что такие же сварщики, как и я, будут в комментариях. Сейчас нам нужно пойти просверлить два отверстия друг напротив дружки. Перенесемся к сверлильнику. Если досмотрел видео до этого момента, поставь плюс в комментарии, напиши, какие у меня хреновые швы. Мне очень это интересно знать. Ну, либо минус поставь. А мы продолжаем. Я для теста возьму вот такую самую толстую леску. По-моему, это троечка. И она как раз идеально входит в наше отверстие. Очень плотно и хорошо. Вот такая вот тема. С данной леской катушка работает очень плохо, потому что, во-первых, она очень жесткая. Ее просто не запихнешь в катушку, не намотаешь. А с этим, я думаю, надо будет попробовать. Возможно, проблем не будет никаких. Итак, я ее немного вытащил с помощью отвертки. И закручивается она до самого конца. Тем самым прижимая леску. Вот оно видно. Леска никуда не денется. Ключом затягивать не стоит, потому что все равно же она крутится в другую сторону. Сейчас попробуем просто затестировать от розетки. Как можно увидеть, петля никуда не делась. Оно также осталось. И, соответственно, никто ничего не раскрутилось. Идем попробуем на траве. Как. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну либо же использовать обычный толстый многожильный кабель Его также можно вывернуть Также его можно, главное не снимать с него оплетку Также его можно соответственно поджать И докосить какие-то там метры Вполне вариант Если же вы конечно не приверженец диска Тем ребятам вообще И мне кажется можно лес валить этим диском Хотя на самом деле диск гораздо неудобнее Потому что он не перемалывает траву А вот эта штука, она как раз перемалывает траву Поэтому спасибо большое что посмотрели Обязательно подписывайтесь если не подписаны Поставьте лайк, дизлайк, ну и напишите ваш комментарий И пока!